итак ребят всем привет вы на канале буран гараж 35 долго меня не было лето на дворе жарища но мы не прекращали работать поэтому разбираемся с бурановской двигать мотор у нас местный отсюда с череповца начал разбирать думаю вроде бы так разобрал он ничего тут интересного нет но заметил такое так как бы вам показать короче вот этот бряка который вы слышите это получается ходить вал видно вот так же ходить или вал в картере ходит на подшипниках или же подшипники на валу что лучше что хуже не знаю сейчас разберемся увидим то есть разбираю до конца уже покажу чё к чему почему привезли его поменять сальники типа того что может быть там колечки поршневые не знаю что к чему и почему и вот так вот на таких моторах парни ездят да почему мотор греется да вот потому что он в таком силосе это еще половина всего вываливать как вот парни будет охлаждаться цилиндр если он весь говнище с этой стороны с этой стороны более менее поршни вот со стороны впуска еще не чешны к чему эти все приводит но если мы возьмем маховик маховик и на маховике мы можем видеть что раз два три вот этот магнит не цепляла то есть с такими люфтами да даже вот так вот чувствуется что лифт есть у коленвала маховик получается вращается не по кругу по какому-то овалу ну типа эллипсу до крутится и задевает магнитами за катушки это может приводить к тому что будут постоянно гореть коммутаторы и вот этот маленький датчик или же зарядная катушка задевает световая катушка именно вот это это зарядная катушка вот с этого катушка если она задевает то получается просто напросто будет сбиваться магнитное поле и мотор будет плохо работать на каких-то определенных оборотах то есть на низах он может работать на средних работать на верхах не будет работать может на низах работать на середине не работать на верхах будет работать то есть как то так тут одной бабки известно в каком положении будет мотор работать но это одна из причин ну плохой работы мотора и сгоревших коммутаторов и сгоревших самих оснований разбираем дальше и этот маховик в любом случае на под замену потому что вот видите трещину да это трещина на весь магнит и получается что у этого магнита должно бы быть вот здесь плюс допустим здесь минус до южный полюс северный полюс а так как он раскололся на две части у его получается взять отвертку то у его здесь плюс здесь минус дальше идет плюс минус то есть он получилось это два магнита и он будет тоже влиять на работу двигателя и этот кстати маховик от контактного зажигания потому что сто процентов контактного зажигания потому что у его присутствует вот этот крепежка отверстие под болт здесь крепится собачка которая сдвигает угол опережения на контактном зажигание то есть маховик в помойку и зажигание я бы такое зажигание поменял бы это зажигание это пятипроводное но это такое на плюс-минус самого бога зажигания которая есть четыре единицы и плохого зажигания еще md4b не покупайте их не ставьте и еще по маховику то есть да парни не испытывайте судьбу и как бы от контактного зажигания не ставьте на электронное зажигание маховики он может быть вот как в этом случае попало так что у его полярность та же самая до работа от кое-как но парни этим маховикам уже по 50 лет это минимум 50 лет ну 50-40 40 минимум лет этим маховикам ферритовый магнит он имеет свойство как бы разряжаться то есть у его видите вот даже отвертка толком не держится он не может ее приклеить как бы кину вот так не может ее присосать если вы держите под рукой нету но если же взять нормальный новый маховик то это отвертка приклеится так что вот даже ключом на 13 по сути дела от нормального маховика весь маховик вместе с ключом поднимется а у этого уже эти магниты они не этот не тополь то что надо они уже свою силу потерять поэтому не испытывайте судьбу маховики не так дорого стоят меняйте как бы если меняете с контактного зажигания на электронное переходите то меняйте полностью весь комплект вместе с маховиком в итоге делаем приговор подшипники на валу сидят плотно плотно в картере вал гуляю поэтому с этого мотора можно взять только коленвал остальное все металлу как то так все с этим мотором все около так коробочку и таких моторов парня у меня вот тут завал и наверху завал сюда час поедет наверх и следующий будем заниматься под одним аппаратом а может быть пришли запчасти будем собирать 169 мотор на каю атаку его вот так вот пацаны изъездили пришлось его распилить думал что коленвал еще можно спасти но по факту палец вот так приклеился шатуну ну естественно заказали коленвал и цилиндров соборе запчасти приехали поэтому будем может быть сегодня его не сегодня может завтра но это для вас будет сегодня будем собирать мотор 169 так парни пару дней спустя получается который мотор разбирали мы же его обратно не собрали с хозяином поговорили то есть на ремонт не согласились грубо говоря получаться ну там получаться дорого просто напросто не бюджет не позволяю поэтому собрали как есть единственно заменил игольчатые подшипники все прокладки сальники больше ничего не делал как то так мотор опрессовался все четенько и все но это это парни я называю экспресс ремонт то есть работа ради работы такой сам как-то так хорошего в этом двигателе ничего нету посадил подшипники на лактай только 200 636 км он во втулка фиксатор идет на этом парне все коротечко чисто появится в эфир попробовать снова монтировать давно ничего не монтировал поэтому может быть даже не выйдет этот выпуск может выйдет если вы видите значит вышел и следующее видео постараюсь сделать по 169 фмм мотору от кают и 2 они на многих мочек стоят сейчас уже более современным отсюда все идут с 172 мотором тут еще мотор более козы но один из первых моторов который пошел на именно на 250 все парни всем удачи всем пока катайтесь пацаны не ломайтесь кто на петунах ездит и на эндуро на квадроцикл а кто на снегоходах подготавливайте свои санки к зиме парни скоро уже сезон лето заканчивается